Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника, минувших выходных, вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главная тема выпуска. Бюджетные потери. На еженедельном совещании в Доме правительства обсудили вопросы неформальной занятости. Народное признание. Определены победители конкурса театрального искусства «Узорчатый занавес». Битва соколов и ирбисов. В Чубаксарах состоялась товарищеская игра ледовых дружин из Чуваши и Татарстана. Глава Чувашии с официальным визитом находится в Челябинской области. Михаил Игнатьев и губернатор Борис Дубровский подписали соглашение о сотрудничестве. Во время рабочей встречи обсуждали создание конструктивной площадки для обмена опытом в сфере бизнеса. Глава Чувашии заметил, в создавшейся экономической ситуации, вызванной санкциями, развитие горизонтальных связей между регионами приобретает особую значимость. Челябинскую область интересует продукция предприятий электротехнического кластера. Глава Чувашии подчеркнул, что 20% организаций предприятий республики производят инновационную продукцию. Электротехнические предприятия региона занимают порядка 40% на рынке защиты энергообъектов Российской Федерации. Продукция предприятий республики востребована в топливно-энергетическом комплексе, автомобиле, судо- и авиастроении, железнодорожном транспорте и других отраслях. Кроме того, на встрече обсудили реализацию социальных программ в регионах, особенно в области строительства. Обе стороны заинтересованы в сотрудничестве при реализации такого масштабного проекта, как строительство высокоскоростной магистрали. Главы регионов также обсудили вопросы развития социальной сферы. Михаил Игнатьев и Борис Дубровский подписали соглашение между правительством Челябинской области и кабинетом министров Чувашской республики о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, закрепляющем основные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия. После подписания соглашения состоялась встреча официальных и деловых кругов Челябинской области и Чувашской республики. В программе визита главы Чувашии в Уральский регион знакомство с работой агрокомплекса, посещение предприятия и ПЭД-центра областного онкодиспансера. К другим темам. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, легализация трудовых отношений, а также обеспечение безопасности во время прохождения паводков в Чувашии обсудили сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства. До сентября 2017 года в рамках третьего этапа реализации программы в Чувашии необходимо переселить 13 тысяч человек. На сегодня новое жилье получили 6,5 тысяч жителей Чувашии. По данным Министерства строительства выполнена почти половина программы. В рамках реализации третьего этапа программы предстоит расселить 2753 человека. Это 1011 квартир, практически более 36 тысяч квадратных метров. Программа реализовывается в 10 муниципальных образованиях. На совещании обсудили основные проблемы, которые тормозят выполнение программы. Это запоздалое оформление земельных участков и проектно-сметной документации, несвоевременное заключение муниципальных контрактов. Особо озабоченность властей вызывает Шумерля. Традиционно больше всего переселенцев в столице республики. Сейчас для этой категории людей строятся дома в Сосновке, на Игерском бульваре, а также в микрорайоне Соленое. Отставание от графика есть. Тут в первую очередь подвел нас подрядчик по разработке ПСД. Компания «Суварстройпроект». Несвоевременно предоставили проект от Стали на три месяца. После этого мы объявили торги на строительно-монтажные работы. Ну и, как уже было отмечено, поступила жалоба в антимонопольный орган. УФАС отменил торги. Сейчас недели на три мы от срока отойдем. Тем не менее, в апреле планируем заключить контракты, в конце апреля. Ну и до конца года должны эти дома построить и 275 квартир предоставить. Председатель кабинета министров Чуваши Иван Моторин отметил, что процедуры по оформлению земель и строительству жилья необходимо проводить срок, потому что это напрямую влияет на графики предоставления квартир пелесирянцам из аварийного фонда. Этот вопрос на контроле у главы Чуваши Михаила Игнатьева. Еще одна тема совещания – неформальная занятость. По данным Чувашстата, на 1 января 2016 года более 160 тысяч жителей республики трудоспособного возраста работают без оформления документов. И в целом, конечно, вот эти 162 тысячи, они приносят убыток, так скажем, бюджету в сумме 2,5 миллиарда рублей. Из них 1 миллиард – это прямые трансферты федеральному фонду. И 1,5 миллиарда рублей мы рассчитываем, если бы эти граждане получали бы даже заработную плату в размере одного мрот. Министерство финансов проанализировало ситуацию на рынке труда. Были проверены 183 организации, которые получали госконтракты и инвестиции на их выполнение из республиканского бюджета. 17 предприятий выплачивали зарплаты до 5 тысяч рублей, 19 – от 5 до 10. Причем средняя зарплата в строительной отрасли Чувашии по итогам 2015 года составила 27 тысяч рублей. Торос ООО, он строил биологические очистные сооружения в поселке Ибрессия. Объем инвестиций, который он получил в прошлом году, это 8 миллионов 597 тысяч. Середняя списочная численность – ноль. И ни одного рубля не уплачено бюджет НДФЛ. Кроме того, в республике регулярно проводятся рейды по выявлению работников, которые трудятся без оформления документов. Только в Чебоксарах в феврале-марте прошли 26 совместных проверок на рынках и в торговых центрах. Выявили 277 нарушений. Однако найти нарушителей сложно. Как только узнают о рейде, торговые точки либо закрываются, либо придумывается множество отговорок. Кроме того, не всегда предприниматели реально выполняют предписания проверяющих. Не нужно наблюдать за этим, нужно обращаться на контроль надзорные органы по фактам скрытой занятости, чтобы можно было уже в рамках законодательства провести все мероприятия, в том числе и проверочные. На совещании также обсудили готовность республиканских объектов к весеннему паводку. По данным Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, Чувашия готова на 100%. Потенциально опасных гидротехнических объектов нет. В местах возможного подтопления не попадают полигоны ТБО, зоны захоронения животных. Небольшую опасность на данный момент представляет Сураб в районе АллатРа. Река там прибавила 11 сантиметров. В Чебоксарском водохранилище вода поднялась на 17 сантиметров. Но минусовая ночная температура тормозит, возможно, сильный паводок. Татьяна Молокова, Россия Мухаммедов, Республика. Безопасность дорожного движения и развитие сети автомобильных дорог. Таковы основные темы первого в этом году заседания Совета при полномочном представителе президента России в ПФО Михаиле Бабиче. Заседание состоялось в Саранске. В нем принял участие и глава Чувашия Михаил Игнатьев. 330 тысяч километров автодорог проходят по территории Приволжского федерального округа. Это 23% всех дорог страны. Последние три года в округе провели большую работу по строительству и реконструкции дорожной сети. Однако только за 2015 год на дорогах ПФО погибли 4,5 тысячи человек. 54 тысячи получили различные травмы. Одной из причин специалисты называют ненадлежащее качество полотна. А значит, принятых мер недостаточно. Сейчас мы еще фокус наведем на эту проблему и более предметно посмотрим на наиболее опасных участках, что можно сделать. Вот сейчас прозвучало предложение представителям ВД по организации тросового ограждения, чтобы минимизировать случай выезда на полосу встречного движения. Другие меры, конечно, будем принимать. Практика показала, российские водители зачастую больше переживают за свой кошелек, чем за собственную жизнь. А значит, установка комплексов в виде фиксации на опасных участках мера действенная. Однако, чтобы она дала результат, нужно, чтобы эти комплексы исправно работали. С этим пока в ряде регионов проблемы. Три региона не обеспечивают работу в виде фиксации. Мы обсуждали этот вопрос. И Чувашская республика в том числе. Здесь мы, конечно, должны поработать, посмотреть. Единые стандарты на уровне Российской Федерации будут приняты. По виде камерам, по тем регламентам, как все это должно осуществляться. Как деньги будут собираться. Понятно, они у нас все остаются. Если от точки зрения, на сегодняшний день все камеры должны работать. Решение проблемы глава Чувашии пообещал проконтролировать лично. На заседании совета также отметили. Только два региона округа на 100% обеспечили софинансирование Дорожного фонда по дорожному хозяйству. Это Татарстан и Чувашия. Еще одна хорошая для нашего региона новость. Для нас, для всех, это важно и значимо. То, что вчера в своем докладе министр транспорта Максим Закулов назвал «Московский мост города Чебоксара», Алексей Олегович. Что это тоже как приоритет, обозначенный на уровне правительства Российской Федерации, который они будут софинансирование осуществлять. Ольга Пырычкина, Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Ситуацию на рынке теплоснабжения обсудили глава Чувашии Михаил Гнатьев и генеральный директор группы компании Т-Плюс Борис Вайнхзихер. Прошлый год прошел для компании под знаком реорганизации. Объединение всех электростанций, формирование единого руководства уже дает положительные результаты. Появилась возможность привлечения в региональные проекты заемных средств на выгодных условиях. Михаил Игнатьев и Борис Вайнхзихер обсудили вопросы теплоснабжения в городах Чебоксара и Новочебоксарск, а также вопросы взаимодействия с управляющими компаниями и ООО «Коммунальная технология». По мнению генерального директора группы компаний Т-Плюс, настало время перевести платежи за услуги напрямую в Т-Плюс. Это позволит не допустить нецелевое использование денежных средств. В ходе переговоров рассматривалась возможность использования резервов ТЭЦ-2. Это наш цельный регион, у нас здесь будет хорошие активы, никуда отсюда не уходить не собираемся, и, конечно, должно быть что-то дальше. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика. Репетиции, прогоны, гастрольные туры и премьерные показы. Такую нелегкую и в то же время интересную жизнь выбирают себе театральные артисты. Самая ценная для них награда – это любовь зрителя и признание коллег по цеху. В Театре оперы и балета состоялась церемония награждения победителей 17-го республиканского конкурса театрального искусства «Узорчатый занавес». Мифическая и вредика из греческой трагедии Елена Прекрасная из русского фольклора и многие другие героини. На счету Оксаны Ананьевой не один десяток ролей. Однако свою первую награду актриса Театра оперы и балета получила за главную роль в спектакле «Безымянная звезда». Честно, те чувства, то волнение, которое я испытала, когда поднималась, когда была на сцене, они настолько были велики, что даже сейчас так меня немножко трясет и очень волнительно. И до сих пор как бы не верится, что наконец-то за столько лет работы, то есть увидели, дали номинацию. Очень счастлив, очень благодарна режиссеру, который помогает мне расти с каждым спектаклем. Награду за лучшую мужскую роль уже в третий раз получил актер Чувашского драмтеатра Валерий Карпов. Область Константина Иванова в одноименной весе Максимова-Кошкинского никого не оставил равнодушным. Говорят, талант. Ну вот люди талантливые здесь собрались и талант, талант, талант. Нам всегда говорили, талант – это процентов 20, а остальное – трудолюбие. И поэтому только трудом можно быть успешным. Победитель традиционного театрального конкурса поздравил исполняющий обязанности министра культуры Чувашии. Вы делаете сегодня огромное дело, которое нельзя оценить никакими средствами материальными. Несмотря на трудные годы, вы не потерялись. Несмотря на экономических ситуациях, когда страна переживала, вы всегда были с народом. Узорчатый занавес 2017 неизменно пройдет в марте следующего года. Организаторы мероприятия уже сейчас говорят, что внесут изменения в традиционный формат проведения праздника. Дарина Игнатьева, Алена Алтухова, Андрей Спиридонов, Республика. Меняются времена, меняется мода, но ручная вышивка, как украшение одежды, остается на все времена. Сейчас она встречается редко и стоит дорого. Для тех, кто решил продолжить дело своих бабушек, в Аликовском районе открыли кружок. На занятия заглянула наша съемочная группа. В далеком прошлом, уже в три года, девочку учили шить и вышивать. В 7-8 лет она начинала готовить себе преданное. А перед свадьбой, то есть к 16 годам, должна была иметь праздничную и будничную одежду, скатерть и полотенце и другие предметы быта, которых должно было хватить на несколько лет. Рисунки содержали родовые символы и специальные знаки, которые считались и берегами от бед и болезней. Сейчас на то, чтобы освоить разные техники вышивки, в школах есть только несколько уроков труда. Для тех, кто хочет знать и уметь больше, в Аликовском литературно-крывеческом музее открыли клуб. При нашем музее работает клуб, который назван в стране чувашской вышивки. В этот клуб ходят школьники Аликовской школы, Карачуринской школы и также жительницы Аликовского района. Они с удовольствием посещают этот клуб по интересам, так как самый главный, наверное, интерес в их жизни – это вышивка, именно чувашская вышивка. Каждая женщина творит здесь по-своему. Кто-то вышивает чувашское платье, кто-то вышивает скатерти, а кто-то делает просто салфетки и игольницы. Традиционная чувашская вышивка считается очень сложной. Это так называемая счетная вышивка. Она связана со структурой ткани и каждая петля на учете. Если ошибиться в одном месте, собьется весь рисунок. Вышивальщица не имеет права оставлять ни узелки, ни края ниток на изнаночной стороне. Кроме вышивки в музейном кружке плетут из бисера и изготавливают традиционные головные уборы. Сейчас у учениц и педагогов горячая пора. Они готовятся ко Дню Республики. В этом году одной из площадок праздника станет именно Аликовский район. Битва двух столиц собрала в спортивном комплексе Чебоксара-арена более пяти с половиной тысяч болельщиков. Такой интерес к товарищеской встрече Сокола и Ирбиса вполне объясним. Матч Новочебоксарского и Казанского клубов поставил точку в хоккейном сезоне. За перипетиями ледовых баталий понаблюдал мой коллега Дмитрий Ковалев. Для обеих команд это был принципиальный поединок. Игроки Сокола хотели порадовать своих болельщиков яркой игрой. Хоккеистам из Казани было важно получить от тренеров, пропускав следующий сезон. Причем против хозяев льда вышли сражаться и два воспитанника Новочебоксарского клуба. Счет в этом матче открыл уроженец Республики, а ныне игрок Ирбиса Дмитрий Архипов. На 15-й минуте преимущества казанцев удвоились, но перед уходом на перерыв Соколам все-таки удалось пробить ворота гостей. Позже капитан Сокола признается, что его команда допустила немало ошибок в обороне. В третьем периоде игрокам Ирбиса удалось забросить две шайбы. Результат игры 6-5. Победу казанцам принесли булиты. Все хотели победить, биты двух столиц. Нам повезло чуть-чуть больше. Все ошибались. Начало, конечно, матча нас подвело. Так бы, если бы мы начали лучше, может быть, был бы другой результат. Но, в принципе, игрой мы довольны, как говорит наш директор. Болельщики довольны. Результатом, конечно, недовольны особо. А так, ну, заделан в следующий сезон, я думаю, сделали. За последние три года Ирбис и Сокол встречались на льду шесть раз. В активе на очебоксарской сборной только две победы. Товарищеские матчи никогда не пропускает и призер первой зимней Олимпиады юниоров Александр Протопович. Свою карьеру он начинал в составе Соколов. Это уже не первый раз. Уже раз 5-6 так играл. Как бы уже привык. Насчет играть дома всегда приятно. Всегда родные болельщики. Тем более, как сегодня их было очень много. И это очень радует. Спасибо. После финального списка зрители засыпали ледовую арену мягкими игрушками. Их организаторы матча намерены передать Чувашским детским домам. Дмитрий Ковалев, Ресли Мухаммедов. Республика. Битву двух столиц зрители нашего телеканала смогут увидеть в повторах. Смотрите в эфире национального телевидения Чувашии. 2 апреля в 12.05 и 3 апреля в 18.30. Таким был этот понедельник. Глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. А впереди вас еще ждет коммерческая информация. До встречи. Компания «Инфолинк» – опытный эксперт в области видеонаблюдения. Она участвует в столичной программе «Безопасный двор». С помощью 800 камер горожане наблюдают за своими дворами, за безопасностью своих детей, а также сохранностью имущества и автомобилей. Вести онлайн-просмотр с камеры в рамках программы «Безопасный двор» можно с нашего сайта камера.lime.lime.ru Также с помощью бесплатного мобильного приложения «Лайм-камера Чебоксара». Его можно скачать на ваше мобильное устройство, планшет, либо смартфон и вести просмотр оттуда. Накопив опыт, компания пошла дальше, расширяя спектр своих услуг. Одна из последних – видеоконтроль. Система рассчитана как на физических лиц, так и на предпринимателей и на организации. Особенно видеонаблюдение необходимо в домах, где постоянно пользуются услугами нянечек, репетиторов и представителей клининговых компаний. Не лишним будет присмотр за пожилыми людьми, если они у вас дома, соответственно, находятся без присмотра, а также за детьми. Вы можете на работе просматривать то, что происходит у вас дома с помощью приложений, на мобильном телефоне, на рабочем компьютере, допустим, если есть такая возможность. Также, если вы находитесь в отпуске, это можно делать с любого места, где есть доступ к интернету. Специалисты Инфолинка готовы в любой момент выполнить заказ любого клиента. Компания имеет в наличии все необходимое оборудование для монтажа. И камеры самые последние, а не Full HD, естественно, только IP-камеры с поддержкой всех последних необходимых протоколов. Никто ваши видеоданные присмотреть, кроме вас, не сможет, если вы, конечно, не потеряете свой пароль и не передаетесь третьим лицам. Это один из многочисленных плюсов системы облачного видеонаблюдения, которая требует от клиента минимум затрат первоначальных, и он сразу получает услугу подключащих. Для пользования услугой видеоконтроль требуются обычные знания компьютера на уровне простейшего пользователя. Если вас интересует подключение услуги видеоконтроль от нашей компании, то вы можете обратиться к нам по телефону 22 55 33. Наши специалисты с вами обсудят детали подключения и в кратчайшие сроки смогут доставить вам эту услугу домой. Субтитры создавал DimaTorzok